Ну что, давайте начинать сразу. Там уже остальные подойдут по мере возможности. Так, сегодня продолжаю отвечать на вопросы, которые оставляют мне в сервисе ask.fm. Напоминаю для тех, кто впервые об этом слышит, что я сейчас часто делаю трансляции по темам и по мотивам вопросов, которые мне оставляют именно на этом сервисе. Мой профиль ask.fm.com. Там вы можете задать ваш вопрос. И вот сегодня очередной вопрос звучит он таким образом. Добрый день, Максим! Как быть, если совсем нет энергии и никуда не тянет вообще? Нет внутри никакого «хочу» и так уже очень давно, существую как овощ. Спасибо. К сожалению, анонимный вопрос. Не вижу, кто конкретно его задал. Но вопрос хороший, понятный и интересный для многих. Потому что это ситуация многих людей. Давайте с вами рассуждать так, что это же состояние раньше не присутствовало в жизни многих из нас. То есть взять, я не знаю, возраст 10 лет или возраст 15 лет. Почему в 10-15 лет мы такие энергичные? Почему так хочется жить? И что происходит через 10 лет? То есть уже к 25-30 человек начинает потихонечку совсем энергетически сдуваться и потухать. Как вы считаете, что на это влияет? Это же не просто так происходит. И мы видим также примеры людей, которые в 70 лет прекрасно себя чувствуют, энергичные, полны жизни, хотят жить, постоянно действуют, ведут активный образ жизни. То есть так всё просто на устаревание, просто на возраст нельзя скинуть. То есть тут какие-то другие факторы влияют на это. Какие это факторы? Давайте их вместе разбирать с вами. Самый очевидный фактор — это питание. То есть первое и самое очевидное — это питание. То есть если человек питается какой-то пищей, которая отнимает больше энергии, чем даёт, то, соответственно, он будет по своему энергетическому уровню сливаться. Какое-то питание у нас, да? Какое-то питание, которое нам мало даёт энергии, но много отнимает? Тяжёлая пища. То есть пища, которая требует на переваривание большой период времени. А какая-то у нас пища, что у нас долго переваривается? Напишите в комментариях. Какая пища у нас сложнее всего переваривается? И какая легче всего переваривается? Это же очевидный момент, да? Ну, понятно, что мясо, да, мясо, вот эти все продукты питания, которые с одной стороны как бы грубая пища сама по себе, да, плюс ещё обработанная термически долго. То есть термически обработанная и грубая, она очень долго будет перевариваться. Мясо переваривается до трёх часов в желудке. То есть желудку надо три часа, чтобы там всё это переварить и более-менее в удобоваримом состоянии двинуть в тонкий кишечник, да? То есть три часа только в желудке, потом ещё в тонком кишечнике постепенно. Плюс очень много отходов, отсюда возникает накипь на кишечнике, на толстом и на тонком, и каловые массы начинают накапливаться, потому что очень грубо, мы ещё плохо жуём, да, то есть мы плохо жуём. То есть первая причина того, почему мало энергии, это питание. Питание плохое, привычное, вот это питание, неправильное питание. Соответственно, как только человек начинает переходить на более правильное питание, постепенно у него происходит высвобождение энергии, которая тратилась на то, чтобы это всё переваривать по три раза на день, плюс ещё справляться с последствиями, да, это же ещё, ну, идёт интоксикация организма, нужно всё время тратить энергию, чтобы с этой интоксикацией бороться, да? То есть вот отсюда мы вынимаем энергию, то есть можем высвободить энергию, да? Если ещё периодически голодать и дать организму там прочиститься, да, если ещё проходить какие-то процедуры очищения, чисто мы сейчас только физический уровень берём, да, то, соответственно, вся эта гадость постепенно выходит из тела, и тело такое, вау, оно становится лёгким. Наконец, вся эта история из меня постепенно вышла, и плюс, слава богу, в меня это не поступает теперь, да? То есть высвобождается большой пласт энергетики. Потом следующий уровень, да, следующий уровень, какой у нас следующий уровень? Это образ жизни в целом, да? То есть каким образом жизни вы живёте? То есть если, например, вы всё время делаете то, что вы не любите делать, если вы всё время живёте в жизни, которая вам не нравится, да, то что это будет вызывать? То есть если вы всё время делаете через усилие что-то, вот вы не хотите это делать, но вы через «надо» делаете, то у вас тратится энергия на то, что вы боретесь сами с собой, чтобы заставить себя делать что-то, что на самом деле вы не хотите делать. То, что от души словно не идёт, нет поддержки из глубины. То есть не любите вы это делать, не любите. Но благодаря тому, что у вас есть какие-то цели, вы как-то себе это логически объясняете, вы продолжаете удерживать себя в этом. И внутренний конфликт тоже поддерживается, продолжается борьба с собой. На эту борьбу с собой уходит тоже много сил. Только вы перестаёте заниматься этим, то есть перестаёте поддерживать какие-то вещи, задачи, процессы в своей жизни, которые вам не нравятся, это не ваши. Очевидно, не ваши. Соответственно, прекращается эта борьба с собой, и высвобождается ещё большое количество энергии. То есть вы перестаёте заставлять себя делать, прикладывать постоянные усилия, выдавливаете из себя что-то ради результата, то, что вы ненавидите делать. Высвобождается ещё целый пласт энергии. То есть вы становитесь ещё более энергичны. И ещё двигаемся глубже, в более тонкое. Негативное мышление. То есть вы очень часто можете тратить много энергии на то, что вы негативно думаете, негативно оцениваете. Это вас погружает в плохое настроение, в то, что вы падаете эмоционально. Эмоции — это же энергия, жизненная сила. То есть вибрация — жизненная сила, эмоция, эмоциональное состояние. Если человек конструктивный, позитивный, если он из всего пытается извлечь какой-то конструктив и пользу, думает конструктивно, в положительном ключе, то, соответственно, он тоже не тратит много энергии на эту деструктивную хрень всякую. Эта деструктивная мыслительная хрень не сосёт из него силы. Вы, наверное, когда-то видели человека, который сам себе постоянно накручивает. И вы, наверное, знаете такого человека, это вы сами. То есть что-то произошло, вот что-то произошло, ладно, оно уже произошло, но вы можете целый день или несколько дней или целую неделю накручивать. Понимаете, вы продолжаете накручивать какой-то негатив по поводу ситуации, которая уже случилась, и её уже нет. Но вы продолжаете накручивать. Накручивать — это всё трата вашей энергии, пустая. Понимаете? Пустая трата вашей жизненной силы. То есть негативное мышление — это ещё один способ бесполезно сливать вашу энергию. Окружение. Дальше движемся. Ваше окружение. Вокруг вас есть люди, которые, ну как бы, они находятся в плохом состоянии, они тоже кушают плохую пищу, тяжёлую. Они постоянно живут и делают то, что они не хотят делать. Они постоянно думают негативно. Ну вот вокруг вас таких много людей. И если вы с ними находитесь в плотном общении, постоянно общаетесь, общаетесь, вы всё время общаетесь вот с этой вибрацией, с этой истощённостью, питанием, образом жизни, образом мысли, вы всё время находитесь вот в этом взаимодействии, которое и вас будет истощать. Здесь словно появляется, ну вот такое явление, даже не, ну это не вампиризм, это просто, как-то объяснить, ну это просто вот проявление, да, то есть человек, когда в плохом состоянии находится, когда он в низком эмоциональном тоне, да, когда он лишён энергии, усталый, напряжённой жизнью, вот в стрессе, в этом постоянном борьбе с собой, с жизнью живёт. Соответственно, он будет распространять, это как вибрация, будет от него распространяться вокруг. И если вы находитесь постоянно в такой атмосфере, вы находитесь в этой вибрации. И, соответственно, с кем поведёшься, от того наберёшься. То есть с кем вы постоянно общаетесь, на те вибрации вас стаскивают, понимаете? То есть если вы общаетесь всё время с негативом, с деструктивом, с вот этими какими-то подавляющими, агрессивными тенденциями, то вы будете жертвой. Вы будете жертвой. Не, на самом деле, когда вы становитесь сильны энергетически, когда вы становитесь осознанны, устойчивы, то есть вы, например, уже изменили ваше питание, изменили образ вашей жизни, изменили своё мышление, стали высокотонным человеком, тогда у вас появляется иммунитет, у вас много энергии, и у вас ясность понимания, что происходит, тогда у вас появляется устойчивость к негативу. Вы можете находиться спокойно в негативном окружении какой-то период времени и спокойно быть устойчивы к этому. Но это уже признак того, что вы проделали большой прогресс, у вас произошла значительная трансформация жизни, вы изменились, да, и у вас за счёт этого есть устойчивость. Но это не история большинства людей. Большинство людей, они неустойчивы, совершенно неустойчивы. Они бессознательны, они малоэнергичны, они вообще часто не понимают, что происходит, они всё время подпитывают какие-то деструктивные тенденции, борьбу с собой, борьбу с другими, тратят на это колоссальное количество энергии. То есть у нас есть, у каждого из нас, есть стопроцентный наш подлинный потенциал. Мы рождены, чтобы проживать тотально этот стопроцентный подлинный потенциал. Но, к сожалению, благодаря тому, что в нас проникло вот это огромное количество всякого невежества, неправильное питание, неправильный образ мышления, неправильное отношение к себе, к жизни, мы находимся постоянно в каком-то подавляющем агрессивном окружении. Всё это хронически отнимает невероятное количество нашего потенциала, нашей энергии. Понимаете? И правда заключается в том, что никто, кроме вас, это не уладит. Вам нужно понять, что происходит, что вы страдаете от того, что вы не находитесь в своём естественном, исходном состоянии. Вы словно постоянно оторваны от своего энергетического источника, от своего потенциала. И вы хронически, вот ваш хронический образ мышления и образ жизни отнимает у вас колоссальное количество энергии. И вы настолько привыкли считать, что это нормальный образ жизни, что, ну, как бы попытки вам указать, что это вовсе не нормально, и что вот жизнь овоща, вот это состояние овоща, это не наше естественное состояние. Для многих людей это типа в нереальности. Ну, правильно, потому что они накапливали, они всё это накапливали годами, это накопилось, теперь они в этом, и они вот словно парализованы всем этим, находятся в состоянии жертвы, подавлены, подавлены своим питанием, подавлены своим привычным образом мысли, подавлены своим сложившимся окружением. Вот всё это хронически подавляет человека. И человек уже такой подавленный, обесточенный, оторванный от своего потенциала, задаёт мне вопрос. Макс, я как овощ, что мне делать? Тебе придётся услышать этот месседж и понять, что это неестественное, ненормальное состояние. Тебе придётся разоблачить всю эту ложь, все эти невежественные глупости, идеи, которые проникли в твою жизнь, и ты, поверив в них, ну, скажем так, совершая вот эти привычные невежественные действия, сам постепенно привёл себя в то состояние, в котором ты прямо сейчас находишься. За это никто не несёт ответственность. Это ты согласился, ну, ты был в своё время недостаточно ответственный, недостаточно разумный, ты был маленький, там, в детстве, ну, у тебя не было просто достаточного уровня разумности, чтобы разобраться с этим. Ну, хорошая новость заключается в том, что ты уже вырос, уже это есть в тебе. Не надо здоровье проверять, не надо, ну, ты можешь сходить, конечно, ты можешь это всё проверить, а смысл? нужно просто понять, какие вещи отравляют твою жизнь. Вот и всё. И выбросить их в своей жизни. Это может быть пища, это может быть люди, это может быть вид деятельности, это может быть что угодно, надо это обнаружить конкретно. Понимаешь? И когда ты... Тело — это такая машина, она сама себя восстанавливает. Никто не может вылечить твоё тело. Тело само себя лечит. Соответственно, когда ты ему создаёшь все условия, то есть ты убираешь всю интоксикацию, эмоциональную, как бы, эмоциональную, мыслительную, в виде пищи, в виде людей, ты убираешь всю эту интоксикацию из своей жизни, тело постепенно само себя восстановит. Недостаток питательных веществ тоже очень может влиять. Вот обрати внимание, как твой ум интересно реагирует на мои слова. Он всё это превращает, знаешь, во что? Он превращает в какие-то второстепенные моменты. Не хочет смотреть на первостепенно, не хочет в корень смотреть, что нужно в корне пересматривать. И он это превращает. Нужно добавить просто какие-то питательные вещества. Я тебе скажу так, что я не против употреблять, я сам периодически пропиваю витамины. Но когда я перешёл на живую пищу, когда я начал быть вегетарианцем, я вдруг обнаружил, что многие там проявления, связанные там, которые мне раньше говорили, ой, это у тебя недостаток витаминов и питательных веществ. На самом деле, это были проявления мясоедства, трупоедства. Понимаешь? То есть, появлялись какие-то белые полоски, да, на ногтях. Раньше. Сейчас перестали появляться. Был кариес там, в каких-то местах активно, проблемы с зубами. Понимаешь? Прыщи периодически там появлялись где-то, да, когда я всё это употреблял в пищу. Потом отказался, всё это начало проходить. Оно тоже появляется где-то, но так редко. Перестал болеть. Зимой вечно что-то там сопли какие-то болел. Перестал. Понимаешь? Поэтому для начала очищения, для начала освобождения от токсинов всех типов. Ментальных, эмоциональных, как бы, ну, токсинов из пищи. И потом, когда уже твое тело, твоя жизнь очистится от всего, что пожирает твой энергетический потенциал, тогда уже можно там играться с питательными веществами. Но хотя я не против. Пожалуйста, хочешь пить витамины, пей. Это всегда положительный момент. Никто же не говорит, что это не нужно делать. Поэтому, отвечая на твой вопрос, да, давайте ещё раз вернёмся к этому вопросу. Как быть, если совсем нет энергии, никуда не тянет вообще? Это признак истощённости, энергетической подавленности. И тебе придётся восстановить твой исходный энергетический потенциал. Из-за тебя это никто не делает. И это восстановление происходит частично через отказ от всего, что отравляет твою жизнь. И вторая часть — это перенастройка, перенастройка на то, что усиливает твою энергию, то, что даёт тебе больше энергии. Наверное, не секрет, что та работа, которую ты любишь делать, когда ты начинаешь делать то, что ты любишь делать, это даёт тебе ещё больше энергии. Ты не устаёшь от такой работы. Я по себе могу сказать, по своему опыту, когда ты действуешь в потоке, когда у тебя творческий процесс, ты встаёшь и ещё больше переполнены этим всем. То есть иногда надо делать даже паусы, потому что слишком сильно прёт. Уже так прёт, что не могу сконцентрироваться. Понимаете? Так что вот я надеюсь, я ответил на твой вопрос. То есть почему ты испытываешь ощущение, что внутри нет никакого «хочу», потому что словно ты себе так долго запрещала жить, как ты хочешь, что вот накопилось так много этого «не хочу», и ты за него держишься, что эта критическая масса «не хочу» тебе не даёт видения, что ты хочешь. Ты так много держишься за то, что ты не хочешь уже, что тебе нужно отпустить это сначала из своей жизни, освободить свою жизнь от всего, что ты не хочешь. И тогда у тебя начнёт появляться опять «хочу». Ты пойми, что жить в состоянии «ничего не хочу» это вообще не наше естественное. То есть это не здоровое, это больное состояние, когда ничего не хочется. Это состояние подавленной жертвы. Жертва подавлена, она ничего не хочет. Чем ты подавлен? Рассмотри. Чем ты подавлен? И задай себе вопрос, почему ты продолжаешь поддерживать, держаться за то, что тебя подавляет? Первый процесс — это всегда очищение. Решиться на очищение, на видение того, что отравляет твою жизнь, и отпускание этого из твоей жизни. Потом постепенно твоя жизнь очищается. Появляется больше энергии, больше пространства. И появляется, восстанавливается твое «хочу жить». Появляется какой-то интерес. Твой интерес к жизни и к тому, чтобы что-то делать, связан с твоим энергетическим уровнем, с твоим общим состоянием внутренним. Если у тебя больше энергии, ты начинаешь подниматься по тону эмоционально. Интерес — это эмоциональный тон. Ты можешь подняться до появления интереса к чему-то. Но тебе придётся туда попасть. А как туда попасть? Выбраться надо из того, что не вызывает никакого интереса. Из того, что только подавляет. Из того, что только напрягает. Хронически. Из того, что ты привык называть нормальным, но тебя не радует. Счастья нет в этом. Самореализации нет. С этим придётся завязывать. Завязывать. И никто, кроме тебя, это не сделает. Так что, на этом будем завершать. Это был мой ответ, что всё в твоих руках. Ты можешь разгрести эту помойную яму. Ты можешь очистить своё тело, очистить свой разум, очистить своё пространство вокруг от всего, что подавляет твою жизненную силу. И тогда у тебя появится возможность самореализоваться в жизни. Нужно перестать быть жертвой, принять ответственность за всё это. Постепенно, по чуть-чуть, маленькими шажками, нерезко, постепенно выгребать помойную яму и трансформировать твою жизнь в новое измерение. В измерение большей наполненности, большей жизни, большей тотальности, большего интереса, большей радости, большего счастья от всего, что ты делаешь, от большей части того, что ты делаешь. На этом всё. Спасибо, что пришли. Пишите в Ask.fm вопросы и будем ещё разбирать это дальше. Всё, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok